Губернатор Московской области Андрей Воробьёв передал в Люберецкий автопарк 10 низкопольных автобусов среднего класса. В чём преимущество новых автобусов и на каких маршрутах они будут работать, расскажем в сюжете. Люберецкий филиал МОСТРАНСАВТО получил первую в этом году партию современных автобусов среднего класса. Они курсируют от жилого комплекса «Самолёт» до станции метро «Некрасовка» из Люберец-Владкарина и Дзержинский. Самое главное, чтобы они в последующем долгие годы работали на благо жителей, на благо города. Да, это и внешний вид, это и ощущение совершенно другое, когда в плохую погоду и в хорошую, само собой, в жаркую погоду, когда работает кондиционер, либо в плохую погоду, когда на улице мороз, слегать, заходишь, а в салоне тепло, комфортно. Кроме системы климат-контроля, все автобусы оснащены стационарным оборудованием по бесконтактной оплате проезда, электронным указателем маршрута, USB-разъёмами для зарядки мобильных устройств. Для водителя удобные кресла, руль регулируется всё. Обзор с камер на монитор выносится. Предусмотрены места для детской и инвалидной колясок. Слабовидящие в салоне могут связаться с водителем с помощью кнопки со шрифтом Брайля. Автобусы оснащены системой книлинга. Она позволяет наклонить автобус в сторону дверей, облегчая посадку и высадку. Мы получили 10 единиц. Из них 5 автобусов. Они работают на маршрутах 22-2 единицы. На 25-м – это Леткаринские маршруты. Три единицы. И 5 единиц, которые сегодня будут работать у нас на маршрутах 12-25-20-21. В этом году Люберецкий филиал МОЗ «Трансавто» планирует пополнить ещё не менее чем 8-ю десятью автобусами среднего и большого классов. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.